доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды мы снова на рынках и как всегда с утра разбираем фундаментальные события минувшего дня и смотрим на то что может быть интересного на повестке уже текущей торговой сессии друзья вчера молнии для рынка новостной я думаю вы все уже в курсе стало решение федрезерва снизить процентную ставку важно отметить что это решение было принято на экстренном заседании последний раз федрезерва экстренно собирался в далеком 2008 году который у всех в памяти как года кризисных явлений в мировой экономике о чем это говорит это как минимум друзья указывает на то что если среди вас есть по прежнему тех кто недооценивает влияние коронавирусной инфекции на мировую экономику советую переосмыслить свой подход к тому что на рынках сейчас складывается изменить свою точку зрения потому что влияние уже очевидно для всех на встрече телеконференции стран большой семерки наверное вы также это знаете буквально за несколько дней назад до текущего собственно нашего брифинга была согласована необходимость проведения солидарных совместных мер которые будут направлены на поддержание темпов роста национальных экономик и спасение всей мировой экономики и первой ласточка у нас выступил резервный банк австралии как вы знаете накануне австралия регулятор австралийский понизил процентную ставку на 0,25 процента ну разумеется австралия не входит в большую семерку но мы ждали действий именно от стран g7 в данном случае федрезерв сделал это снизил процентную ставку сейчас друзья мы ждем аналогичных мер от банка англии от европейского центрального банка и от банка канады в данном случае сегодня друзья на повестке заседание банка канады и скорее всего даже несмотря на то что сейчас в экономических календарях значится что ставку не изменит я думаю что вот сам факт действий такого рода от федрезерва накануне как раз и прокладывает путь для аналогичной активности других регуляторов которые входят в это страновое объединение а канадцы мы поговорим давайте все-таки обо всем по порядку нефтянка у нас 52 55 текущей котировки как вы знаете я рекомендовал продажи когда бренд был выше 53 долларов за баррель почему потому что фон остается неизменный да я прекрасно понимаю что трейдеры покупали нефть раньше потому что очень верит то что страны опек смогут согласовать дополнительные снижения нефтедобычи и то что усилия а стран регуляторов точнее по стимулированию экономики в итоге принесут свои плоды и это сможет нейтрализовать последствия негативные последствия распространение коронавирусной инфекции но я полон скепсиса друзья касательно того что эти стимулы сработают потому что вы должны понимать и я вчера потратил пять минут уж точно чтобы где-то вот у вас все-таки отложилась идея того что сейчас кризис это кризис не денежный не экономический не ликвидности сейчас кризиса общественного здравоохранения поэтому деньгами эту проблему не решите фидрезерва может создать избыточную ликвидность также как и другие регуляторы могут направить ее на рынке но это избыточная ликвидность не решит проблему явно нарушенных бизнес-процессов сорванных разрушенных цепочек поставок на которых держался мировой товароборот и уж точно деньги не заставят людей вернуться с температурой на работу и не выведут из зоны карантина поэтому эти стимулы не помогут и если друзья скажем немножко так вперед зайдем если среди вас есть тех кто торгует а фондовыми рынками и вы считаете что одно уже достигнуто также переосмыслите свое позиционирование на рынке потому что одно может может быть достигнуто только в том случае когда пик кризиса миновал и дальше начинается только восстановление сейчас мы о том что пик кризиса миновал даже и не говорим потому что вирус по-прежнему распространяется возвращаясь к нефтянке это значит то что рынок нефти останется под давлением прежнего негатива экономического спада тотального по всей мировой экономике китай напомню что уже с учетом того как эта экономика дисконтирует последствия экономического спада в первом квартале в лучшем случае покажет рост на 2 и 9 процента в годовом выражении 5 и 3 я думаю что это худшее значение лет за 35 или даже и больше опек впереди заседание в конце этой недели мы детально будем о нем говорить но даже несмотря на то что опек уже предложил россии сделку своего рода компромисс совместного сокращения добычи на 600 тысяч и там еще садовская аравия возьмет на себя инициативу по большему сокращению добычи я друзья скептичен в этом плане я не думаю что россия поддержит сокращение в таком объеме но даже если это произойдет это не станет какой-то бомбы рынок не оживет и не улетит в район 60 долларов за баррель потому что даже сокращение на 600 тысяч будет недостаточно чтобы поддержать ценовую конъюнтуру и восстановить стабилизировать соотношение балансовое спроса и на предложение вчера точнее сегодня вышел отчет от американского института нефти который сообщил о росте запасов сегодня официальные данные 18 30 мы также ждем друзья увеличение запасов и это уже по моему 6 неделя подряд будет соответственно рост запасов еще один фактор почему котировки будут снижаться доллар иена 107 35 лоу пары 106 83 мы сделали нашу цель друзья я частично по афиксился те из вас кто держит короткие позиции по доллару и все правильно делайте потому что паул как я уже отметил принял решение снизить процентную ставку накануне на 0 5 с 1 75 до 1 25 теперь фрс будет как и раньше внимательно следить за тем что происходит на рынках но если мы посмотрим на рыночное позиционирование того что со ставками может произойти дальше фид резервом мы сможем легко увидеть то что у фрс есть большое скажем пространство для маневров в плане дополнительного стимулирования фрс может снижать ставку и дальше например а по итогам апрельского заседания на дополнительно и легко сбить ее до единиц или даже до 0 а 75 сотых процента то что политика будет оставаться мягкой также на это указывают и доходности американских облигаций десятилетки коснулись нового рекордного минимума в 1 процент друзья сегодня выйдут отчеты adp ism сфере услуг важные данные которые могут стать еще одним аргументом в пользу смягчения дальнейшего монетарной политики но повторюсь что объективные цифры по этим отчетам со связкой с коронавирусом мы будем анализировать только через месяц в целом по доллару у нас серьезный заряд на снижение поэтому в конкуренции с нашими привычными инструментами я предлагаю ставить именно на то что доллар будет слабеть евро против доллара 1157 локальный максимум 112 12 я продал главный валютный риск поскольку ранее это сделал уже но скажем увеличил эту короткую позицию с уровня 112 считаю что это одно из предельных значений до куда вообще могла добраться европейская валюта сегодня выйдут данные по активности сфере услуг в 1145 думаю что статистика снова разочарует фунт против доллара 1 2812 ждем отчет в 1230 по сфере услуг это важный индикатор состояния экономики основной вкладчик в темпы экономического роста повторяю идею того что если страны большой семерки согласовали необходимость снижения процентных ставок англии в их числе поэтому ждем что банк англии также пойдет на дополнительное смягчение политики и это еще один риск для фунта и кроме того завтра должны быть все первые конкретные тезисы по факту завершения первого раунда переговоров в рамках переходного периода а по согласованию торговой сделки между ес и англии австралии сплотив доллара 0 65 98 резервный банк австрали снизил ставку и будет снижать ее и дальше друзья темпы экономического роста которые вышли несколько часов назад разочаровали австралиец будет под давлением пользуйтесь возможностью продать очень по хорошим уровням сейчас котировки 0 66 ждем снова возвращение пары в район 65 и по доллару канадцы друзья я сегодня советую рассмотреть рисковое предприятие конечно же покупки по факту новости этой пары поскольку считаю что канадский доллар может ослабнуть сегодня на повестке заседания банка канады когда также могут снизить процентную ставку в 17 00 по московскому времени советую быть бдительными внимательными и уделить канадцев в этот момент времени немножко вашего внимания на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания